добрый вечер дорогие друзья дамы и господа подписчики и гости канала а сегодня суббота 5 февраля 22 года я вас приветствую из брюсселя и мы продолжаем говорить о политике а сегодня хотела бы прокомментировать ситуацию в канаде а именно вторую провальную попытку правительства под руководством беглого джастину трюдо заморозить фонды принадлежащие движению дальнобойщиков за свободу как вы знаете эти фонды собирались в основном канадским народом также канадским бизнесом также другими благотворительными и вот была совершена вторая еще более косолапо еще более уродливая попытка замораживания этих фондов из-за жалобы правительства то есть джастину трюдо обвиняет это движение в том что это пропаганда насилия в том что им свойственны их идеологии разные измы как то жена недовестничество и далее все по списку и соответственно у этой платформы есть легальный статус у них есть обязательства они занимаются сбором средств исключительно на благотворительность то есть они не могут собирать средства на экстремистские движения это то что пытался осуществить джастин трюдо то есть он пытался разыграть эту карту представить их как экстремистов и соответственно это вызвало такое колоссальное возмущение народа которые сказали что да мы знали что наше правительство это дно но как модно сейчас говорить со дна постучали и соответственно они были настолько возмущены это была такая волна я бы сказала или можно представить это себе как облако токсичное такой форме гриба что в конце концов был достигнут компромисс то есть народный гнев оказался слишком велик и соответственно сейчас эта платформа gofundme опубликовала заявление они отказываются от идеи замораживания этих средств они говорят что они готовы незамедлительно перевести эти средства на счета благотворителей благотворительных организаций с утвержденным статусом то есть благотворители по выбору дальнобойщиков то есть это уже компромисс соответственно далее эти организации смогут распоряжаться этими средствами и соответственно это очередной провал джессин трюдо и безумного плана муниципалитета оттавы надо сказать что это была их оригинальная идея все началось того что в эту пятницу выступила перед своими сторонниками тамара лич она сделала видео обращение в котором она просила их забрать средства из этого фонда по процедуре рефанд то есть просто забрать свои средства и перевести на другую платформу то есть они нашли другую платформу я думаю что теперь уже платформы потому что это была грандиозная ошибка пользоваться одной единственной платформы учитывая контекст то есть они должны были по крайней мере имеется 5 6 7 платформ чтобы не подвергаться таким риском но они почти все собирать воедино и в результате конечно это было очень красиво то есть это было очень впечатляюще с точки зрения эффекта но также это было слишком рискованно и вы видите что это было не без последствий но как бы то не она просила своих сторонников забирать эти средства она была очень расстроена тем что произошло она сказала что 1 миллион им удалось уже получить после первой блокировки когда юристы все-таки разблокировали это и теперь вот эти 9 миллионов они никак не могут получить из-за того что соответственно движение объявлено экстремистским и ну и далее там по списку все я не буду повторять и соответственно рот так взмутился люди сказали ах так они нас грабят среди белой белой дня это народные деньги мы собирали по центу и теперь мы знали что они мошенники но они теперь даже не стесняются прихватить народные деньги и соответственно они сказали нет мы не будем следовать этой процедуре потому что есть процедура рефанд и есть процедура летишь летишь это французское слово которое означает судебный спор тяжбу соответственно они хотели забирать эти деньги по модели летишь то есть в таком случае эта компания должна платить им штраф в размере 15 долларов вы представляете сколько там набежит то есть они сказали нет 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 они не выполнили перед нами своих обязательств мы будем требовать назад своих свои средства плюс к этому будем требовать вот этот штраф то есть если вы потратили перевели 10 долларов и получите 15 это интересно вы можете потом перевести на счет на другую платформу дальнобойщиков уже 25 это привлекатель нужно сказать насколько большое влияние оказало это решение потому что она широко обсуждала соцсетях но также возмущение было колоссально просто колоссально и соответственно было понятно что сама идея была изначально провально она поступила из муниципалитета оттавы где горячий голос сначала господин флори сказал что надо арестовать этот фонд и его поддержала одна парадчица я не буду уточнять ее статуса но она там избиралась неоднократно как леонид ильич брежнев ну и соответственно она председательством на заседании которое транслировалось я не буду выкладывать ссылку в принципе я не хочу чтобы мой канал рекламировал таких реакционных личностей то есть это госпожа диана динс она вела собрание онлайн это все есть это все в сети они это все выкладывали на свой сайт муниципалитета и соответственно она пыталась добиться ответа от невизвестного всем вам начальника полиции города оттавы господина питера слоули и она буквально истерическим голосом вопила что город оккупирован это наемники это оккупанты у них нет права на демонстрацию на манифестацию мы не выдавали никакого никакой лицензии и соответственно дальше она уже не стеснялась словах уже она их клеймила теми словами какими мы клеймим организацию алкайда то есть она уже дала себе волю скажем так господин слоули с ней общался очень мягко очень доброжелательно вот точно так же как небезызвестный вам главврач общался с шуриком и он говорил да типа хорошо хорошо где у нас наполеон вот так он с ней пообщался то есть она возобопила он сказал ей очень любезно что это не ситуация которая касается исключительно города оттавы потому что они как полиция города имеют определенный мандат это проблема национальная и более того сейчас она международная потому что движение дальнобойщиков распространяется по всему миру поэтому силового решения а тем более полицейского решения у этой проблемы вообще нет он это и очень любезно объяснил она завопила и далее что же делать что же делать и соответственно тогда прозвучала идея о том что надо подкосить это движение ударом по карману и они решили это притворять жизнь как вы видите они притворили эту жизнь крайне неудачно надо сказать что то мнение которое высказал питер слоули это мнение сил веков они все считают что это проблема не имеет военного решения настоящий момент я знаю что некоторые из вас написали в есть канаду что там идут блокировки дорог но то что я видела в видео это все очень формально то есть они стоят посреди дороги с мерцающими голубыми огнями и по обе стороны дороги их объезжает техника тракторы грузовики видим это зависит от ландшафта где-то это можно осуществлять где-то нельзя уже есть адвокат который ведет переговоры по разблокировки что-то такое но вы видите что на полиция выполняет эти указания очень формально они не вкладывают душу то что они делают если трактор их объезжает он их объезжает они не едут его преследовать то есть таких указаний у них нет и соответственно мы видим что общая атмосфера не располагает то есть она не поддерживает правительство не поддерживает джастина и поскольку у него нет никаких других решений то есть силовое решение невозможно сил веке его не поддерживают не стоит исключать и эмоциональный момент потому что поймите что для сил веков трусость это это потери лица то есть в этих кругах его трусливое решение бежать из столицы вместо того чтобы пойти к доробойщикам и с ними поговорить вы понимаете что это они его просто сейчас презирают то есть это однозначно то есть они могли бы много его простить но не трусости поэтому с силовиками у него контакта скажем так политкарет нет соответственно с другими слоями общества него тоже контактов нет потому что народ стоит на стороне дальнобойщиков я знаю что канал cbc ходит по городу от ави они выискивают каких-то старушек которые жалуются на шум от гудков не потому что периодически эти грузовики гудят но соответственно это абсолютное меньшинство большинство поддерживает донобойщиков они могут всюду ходить бесплатно питаться соответственно а также им покупают и горючее в настоящий момент все знают что проблемы с этими фондами и то что им нужно это фактически оплата гостиниц и конечно оплата их страховок потому что как бы ни было работают они или нет и нужны страховки в частности страховки на здоровье то есть требуется фонд который будет постоянно оплачивать вот эти счета но я хотел сказать дорогие друзья что ситуация конечно складывается не в пользу джастин не в пользу у него правительство это совершенно очевидно и это очевидно также и в международном плане потому что все симпатии на стороны стране дальнобойщиков мы стали на их сторону потому что для нас это люди которые рванули стоп кран на пути к тоталитаризму это надо понимать потому что за последние два года если вся эта дискуссия начиналась того что нам надо подождать две недели и выровнять эту кривую то потом мы оказались в обществе которое просто семимильными шагами идет тоталитаризм это очень хорошо объясняет французский философ которая по образованию является психиатром ариан билеран она посвятила свою работу свое творчество изучению психологии тоталитаризма и она объясняет что здесь уже имеются все черты тоталитарного общества в частности антиваксы были объявлены врагами это внутренние враги против которых надо бороться хотя на самом деле идет подмена понятий потому что нет вакс то есть есть биологический агент в третьей фазе испытаний и люди которые отказываются от эксперимента они объявляются опасными они объявляются внутренними врагами от граждан требует жертв это тоже типичная риторика она разбирает всю эту риторику и потом заметьте что у нас исчезло понятие здорового человека то есть понятие здоровья исчезло у нас есть больные и бессимптомные и мы должны все следить друг за другом то есть у каждого из нас теперь есть две функции одна что мы либо больные либо бессимптомны вторая что мы должны постоянно ходить с фуар-кодами и отмечаться то есть а каждый владелец ресторана каждый владелец бара каждый каждый привратник музея так далее они даже все нас контролируют то есть мы контролируем друг друга но это получается что мы планета тюремная больница поэтому люди очень благодарны дальнобойщикам что они рванули стоп кран на пути к тоталитаризму и не надо думать что это складывалось случайно потому что теперь мы знаем что эти планы готовились задолго и билл объявил десятилетку вак в 2015 году поэтому то что происходит сейчас идет по плану но силу ряда причин эти планы срываются и в частности мы должны быть очень благодарны канадским дальнобойщикам потому что они оказались иммунны к этой пропаганде я хотела поговорить об этой пропаганде отдельно о том как она выстраивается как общество реформатируется и трансформируется из-за пропаганды в тоталитарное это очень интересная тема которая теперь касается всех нас и соответственно я жду ваших комментариев потому что мне интересно то что думаете вы особенно наших канадских друзей потому что у них невероятно динамичная ситуация и конечно все им невероятно признательны за то что канадский народ возглавил эту борьбу против тоталитаризма за возврат в подлинную демократию за возврат правам человека и восстановлению наших свобод спасибо вам большое дорогие друзья жду ваших комментариев я благодарю всех кто принимает участие в дискуссии те кто ставит лайки дублирует лайки нехитрыми предложениями спасибо ставлю лайк и конечно все кто жертвует на развитие моего канала спасибо вам большое за ваши донаты я напишу ваши имена в первом закрепленном комментарии